Продолжим мы тему крыловидными гуслими. Вот такой тип инструмента, крыловидные гусли, так скажем, упоминание именно такого типа инструмента... А уже на строго, все нормально. Такого типа инструмента, это, так скажем, 16-15 века. Также археологические инструменты, если сюда брать во внимание, то немножко пораньше. То есть это где-то изображение, наверное, самое такое раннее. Именно уже инструмента с небольшим открылком, то есть эта часть открылок называется, уже где-то, так скажем, ну это браслет старого резания, самая известная картинка изображения. Она использована на книге Мехенцова, наверное, видели, да, тоже? Ну, такое известное. И инструмент с открылком, археологические раскопки Новгорода Великого. Там тоже были найдены инструменты с открылком, только, так скажем, ну, может быть, более коротким, укороченным, как варианты. Вот. И самый такой рассветный период, так скажем, уже позднее средневековье Руси, новое время, то есть когда бытование инструмента, так скажем, ну, больше всего зафиксировано. То есть самый такой еще из письменных источников, это доктор Гютри, бельгийский ученый такой, упоминает, ну, и сделает зарисовку пятиструнных крыловидных гуслей, именно уже с открылком, по-моему, вот. И упоминает строй пятиструнных гуслей, который мы на прошлой встрече обсуждали строй. Коротко об органологии, то есть из чего состоять инструмент. То есть доска, опять же, гусельная доска, выдолбленная спереди или сзади. То есть выдолбивается инструмент, может, как спереди, так и сзади. Есть еще один способ долбления, это сбоку. Или с этого ребра, и с этого. То есть с ребра. Ну, такой способ очень редкий, вот он зафиксирован, ну, на моей памяти, где встречал такое-то гусли, изготовленные в деревне Емельянова, Новгородской области, и гусли, изготовленные, значит, в Новосибирской области. Вот тоже таким способом долбления. Вот, с двух сторон. Ну, ананевские, собственно, тоже. Ананевские, они тоже, да? Да, да. Ну, вебсов-то, по-разному, конечно. Вот, Петрозаводский у них там несколько простов есть, но вебсов. Вот, то есть еще один такой тип долбления, то есть сбоку. Причем они, хочу знать, что у них еще и звуковые восстники там сбоку делаются. А, то есть вот здесь, да? То есть вот сверху. А, сверху. То есть для музыкантов, прежде всего, да? Некоторые специалисты, исследователи, ну, приходят к тому, что это именно русский тип инструмента, именно наличие открылка. Хотя, открылки существуют и, мы знаем, у литовских инструментов, у латышских. Открылки существуют также, ну, то есть у прибалтийских народов. Так же существуют у эстонцев, у... По-минцев. Вот, то есть, как таковое, это не обязательно и так, что именно русские. Вот, то есть существует и у других народов. Но, что вообще, почему открыл это, для чего мы можем? То есть, в первую очередь, функциональность его. В первую очередь, это, так скажем, приспособление, ну, конструктивное добавление к инструменту, для того, чтобы держать руку. Пластинку. А еще здесь же, в этом же порядке, то есть это продолжение доски и, соответственно, усиление звука, усиление площади звучащей. То есть вот такие две основные функции. Вот, может быть, у кого-то еще есть предположение. Почему? А рука звук не гасит? Нет. То есть, ну, как войдется буквально, наверное, нарезок. То есть, продолжение работы резонансного корпуса. Да, то есть, продолжение работы резонансного корпуса. В принципе, экспериментально это при изготовлении, это проверяется тем, что можете просто отрезать крылок, и звук будет другой, совершенно другой. Еще свойство такого интересного открылка. Чем он тоньше, ну, у него есть, так скажем, предел, то есть плюс-минус вилка. Чем он тоньше, тем звук, так скажем, больше дает такого эффекта хоруса, так называемого, да? Эффект спаренных струн. Он встречается на мандолине, на струнах со спаренной струнами, на балайке. Вот. Чем толще, тем звук более такой, как каменистый, что ли, и более четкий такой идет. То есть, меньше обертонов у него появляется, но зато появляется читаемость при игре, выбранной, например, игры. Вот, появляется читаемость. Читаемость. И, в принципе, псковские инструменты, вот центральная псковская традиция, стали появляться вот такие инструменты, то есть, это тоже крыловинные гусли, но двухкамерные. Но были гусли и похожего типа, но только с толстыми открылками. Есть и новгородские гусли. Вот. Причем, открылки, как правило, на них очень короткие. То есть, буквально подрезаны под или скошены даже. То есть, есть такие инструменты. И выемка для руки. То есть, в принципе, использовался именно как, ну, так скажем, только как держатель руки. Вот. Дело в том, что у финских инструментов, ну, например, финских народов, ну, например, карелы, да, или вексы, те же самые, у них принято играть, когда инструмент, ну, Кантеля, например, кладется на колени, вот таким образом. Вот. Но тогда получается иная намотка струн, то есть, это мы не совсем встречаем, у них тоже размышления на эту тему, то есть, намотка струн в другую сторону. То есть, струны наматываются не сверху, а снизу. Для чего? Для того, чтобы при игре щипком, а там щипковая техника игры, когда кладется вот так, вот, щипок происходит на себя, не от себя, а на себя. Вот. За исключением больших пальцев, которые, так скажем. Но, как правило, Кантеля изготавливаются пяти, пятиструнными, шестиструнными, вот, и большие пальцы тоже участвуют в игре, вот, но, как правило, и вот эти вот пальцы. А можно вопрос? А при чем тут намотка струн? А? При чем тут намотка струн? Вот. То есть, теперь, у таких инструментов, по, так скажем, по направлению удара, оказывается на струну. То есть, щипок – это тоже вид удара, но только тип удара со струны. Как бы, удар не по струне, есть удар тип такой, сверху, да? То есть, вот такой удар. И срывание со струны – щипок. Но это тоже удар по струне, только другим способом. И он производится на себя. Поэтому струны наматываются, так скажем, именно вот в эту сторону, то есть, против часовой стрелки. Ну, это статистика. То есть, это мысли появилось от того, что вот типологические инструменты есть с намоткой на низ, то есть, бытование по сверенному с приемами игры. То есть, вот с такой позиции и в такой. Вот. И такая позиция предполагает намотку сверху. Хотя и не обязательно тоже. То есть, это не, так скажем, не категоричное какое-то, да, утверждение, что если вот так играют, то ее наматываются. Просто имеется в виду, что есть некая статистика, которая приводит к этой мысли, к этому утверждению, так скажем, к этому размышлению. Теперь удар сверху, когда происходит, то намотка на струны поверх, то есть, получается выстрелка. То есть, сверху намотка. Потому что удар происходит вверх, чтобы не расстраивались. То есть, чтобы происходило... То есть, если... Поверху, то есть, колок испытывает напряжение удара, вот, и при намотке сверху, вот, он меньше будет расстраиваться, чем снизу, при игре сверху. То есть, когда играют бряцами, то есть... Таким способом. Вот. И вот такая позиция, то есть, предполагает намотку струн именно снизу. Дима, а ты веришь в это? Что значит? Нет, я высказываю предположение гипотезы. Нет, я тебя спрашиваю. Ты веришь в это? Потому что струны слишком верят. Что значит? Он сказал, что статистика. Я его, Андрея, скажу, как практика. Верит ли он в это? Да, я придерживаюсь этой точки зрения. То есть, что если ты играешь по-другому, а струна так натянута, не так, как в статистике, то она больше расстраивается? Да. Это же абсурднее. Нет. Почему абсурд? Ну, потому что еще тогда нужно вводить сюда позицию. Зареклась сегодня, молча. Не могу. Не молча, не говори. Когда, ну, в скрипке, например, я сказал, как ты намотал струну на колок, как этот колок держит ее. Хорошо. Скрипка не щепковый инструмент. Здравствуйте. Ну, хорошо, не ударный инструмент. Почему? Тут так, пиццикаты рубят в оркестре, сидят Шостаковичи, и дают две стороны. Хорошо, ладно. Чем-то у Шостаковича. Ну, тут смысл в том, что когда нужно вводить еще позицию, как струна накручивается на колок, не в смысле в какую сторону, а как струна еще раскладывает. Потому что струна может держать колок, как струна, как струна. Да, вот видите, и все. Еще одно предположение, то есть, в принципе, отвергающее вот этот ход мысли тоже, да, может быть, верно, вот так. Ну, я имею в виду... И как он входит в бегу, и как там сделали отверстие. Это же столько тогда получается показать, то есть это струна какая-то струноватая. получается, на мой взгляд. Что вот так намотали или так, а почему тогда сюда они входят? Какая дырочка сделана под конусом или ровно, как там дерево, как какой-то, не знаю, тренинг, как струну намотали. То есть это не полный тогда взгляд, а намоткает. Согласен. А вот в этой теме очень много белых пятен. Я и предлагаю, как бы... Я тебе говорю, нам есть параметр, как правило. Ну да, мы... Хорошо, что научно будем знать. Вот. То есть по конструктивным особенностям здесь... Ну, и струнодержатель, да? То есть тоже на крыловидных гуслях какой тип струнодержатель? Если у нас с игровым окном, там у нас тип ушки, сделанные из цельной доски, да? Заодно вместе с верхней досочкой. И утицы, да? Тоже, которые... Причем утицы бытуют как на крыловидных гуслях, так и на гуслях с игровым окном. Ну, это тоже вопрос такой очень спорный, потому что это все-таки область реконструкции, я имею в виду гусля с игровым окном, поэтому очень много вопросов неотвеченных, на которых так не дан ответ. И так скажем, мы ждем сейчас в ожидании вот продолжения раскопок и находок каких-то новых. Причем раскопано, по-моему, всего лишь полтора или два процента всего того, что на самом деле в земле лежит. Поэтому будем надеяться, что еще находки будут. И мы... И мы... Это... И ежеменеменьше. И ежеменеменьше, да. Ну, условно. Вот, теперь и способ изготовления струнодержателей. Ну, вот видите, ушки. Тоже такая имитация ушек. Вот, когда сделаны, так скажем, отдельно ушки, уже приклеены просто. Вот, причем зачастую прибивают гвоздями. Есть такой способ. Вот, ну, вот здесь вы тоже видите. Так же. Ну, вот здесь еще... Дальше. Это свереж чернышок делает. Он здесь делает такую версию, что они в оправную сторону расположены. Да, есть такие, этнографические образцы есть такие, да. То есть, когда утится именно мордочка, нос утки назад направлен. То есть, есть сюда вперед, вот как здесь видим, да, вот на таких инструментах. То есть, вот тут видно, да, она вперед смотрит. Вот, и такой вот тип, когда назад. Это у новгородских инструментов тоже есть. У Меденцова опубликована тоже парочка инструментов таких. Вот. И П-образная скоба, то есть, буковка П, такая вбитая, ну, скоба вбитая, значит, в верхнюю часть инструмента. И еще П-образная, то есть, вот такая фигурная, как буковка П, тоже вырезанная, но приклеенная на плоскости, перебитая гвоздями тоже. И также пропущена между нее. То есть, здесь замкнутая. Нет пространства этого. То есть, вот такие три типа струнодержателя известны. А, есть еще такой тип, то есть, когда прибивается вот здесь вот металлическая пластина, ну, это мы знаем на академических инструментах есть тоже. В принципе, в традиции тоже встречалось. Или вбиваются гвоздики, и на гвоздики, на ватную струну пропускается через подставку. То есть, уже конструктивно другой инструмент получается. И он, скорее всего, получил свое распространение от, так скажем, уже в середине, начале 20-го века, когда появляются инструменты, сделанные вот у, например, хор Смоленского, это уже другие отдельные инструменты для хоров, для хоров-гуслиров. Самое известное, это хор Смоленского, под управлением Смоленского. Там тоже присутствуют на инструментах приваловские гусли, то есть, тоже имеют подставку. То есть, некий гриф такой, да? И струны, так скажем, вибрации струны, передается на подставку, как у балалайки, и передается на корпус инструмента. Это совершенно другой тип звука, совершенно другой, просто конструктивная особенность инструмента. То есть, вот такие вот типы есть. А ты не думаешь, что это может быть, вот эта штука очень распространена у Канглеса? У кого? У Канглеса. Да, ну, и только у Канглеса, есть еще вот эти геншле, то есть, вот, польские. И именно такой переходный или не переходный тип, точнее, лиры вот эти вот северные, когда подставка, и именно на инструменте могут играть с мячком. То есть, вот такой некий переходный, переходные формы инструмента. В принципе, вот на скрипке же мы тоже можем играть, и не с мячком, а вот известная игра, то есть, по струнам просто, практически, или как на балалайке, то есть, ударная техника. То есть, в народе очень пластично относились к инструменту, могли на нем только играть по струнам, но и барабаны, да? То есть, как бы, удары тоже могли завершаться. Вот, причем это не говорит о том, что это ударный инструмент. Ну, просто могли по-разному использовать, в том числе, им драться могли. Ну, самая известная драка с гуслями, это, наверное, были на Добрыне и Алёше. То есть, на свадьбе, да, когда Добрыне начинает мутузить Алёшу гуслями, вот, и богатыри его унимают, говорят, перестань нам богатырить, живой нужен. Богатыри еще не думают, разломается. Ну да, а что о них думать, это инструмент, который, в принципе, сделал, хотя, тоже вопрос такой интересный, у богатырей какие были бусины, тоже неизвестно. Причем, исторически богатырей соотносить, да, с историческими личностями, то есть, используя исторический метод исследования, очень, так скажем, не хочется, потому что это все-таки былины, довольно древний жанр, старинные формы, вот, и что он в себе содержит, то есть, именно с исторической точки зрения, вот, очень сложно сравнивать, поэтому в этом вопросе тут только остается гадать, додумать, и то, нужно ли или нет. Ну, богатыри были гуслями, то есть, давние времена были гуслями, какие они были, никто не знает, имеется в виду, что они, может быть, были искусно сделаны, но все-таки жена дороже гуслей, поэтому Алеша поведел. Не были быковы? Ну, неизвестно, да, то есть, они могли быть очень дорогими, дорого украшенными, тем более, учитывая добры, так скажем, то, чем занимался добрыням, то есть, послом работал, да, вот, и поэтому у него, вполне возможно, были, ну, был богатым довольно человеком, то есть, инструмент мог быть очень дорогой, не просто какой-то деревенский, да, например, выдубленные гусинки такие, вот, а какой-то может быть дорогой. По находкам археологическим, все древние инструменты, они практически не украшены, очень редко украшены. Ну, почему же? Ну, если только резьба какую-то. Резьба. Что говорить об экрустанции, всех вот этих прочих, тренировки инструментов, это воскочное влияние, которое распространяется где-то с 16-18 годом. Да, я слышал такую тоже мысль, вот, но, в принципе, оружие начинают украшать. Оружие украшают уже в ранее Средневековье. С инкрустанцией, с инкрустанцией. Не только инкрустанция, но резьба обязательно, но резьба это очень архаичный способ, так скажем, орнаментики, но, в принципе, она присутствует. Именно на старинных гуслях, ну, вот, допустим, на гуслях Ананева она еще сохраняется, да, у нас, вот, но на вот таких уже инструментах 19-20 века практически уже нет никакой ни резьбы, ни украшений, то есть, вот эти все этнографические образцы, они практически не украшены. Ну, там, может быть, флажок нарисован там, ребенком или звездочкой, то есть, дети как-то еще могли там что-то рисовать. Нет, а это за то очень разные, то есть, как же прибалт, ну, в каждой истории. Да, то есть, вот, да, да, прибалт, да. Я про русских имею, это Ковдоровская, Псковская область, то есть, вот, например, возьму такой инструмент, хотя есть, ну, минимальный способ украшения, нельзя его приравнять к инфкрустации, это гвозди, шляпки в гвозде, битые прямо вот по всему корпусу. Гильзы еще. Гильзы, да. Ну, они, как бы, пизик есть. Ну, то есть, в принципе, что-то такое пытается как-то украсть. Да, но... Гильзы с капсом. Вот, если... Это крепление, еще если бы это канавка выдалбливается, то туда заглянется стежень. Типа, как у гантеля, да? Нет, я просто встречал такой, честно говоря, уже не помню. Просто такой прием. То есть, получается, выдалбливается вот так канавка внутри, да? Нет, нет, просто прямая, туда выдалбливается, туда уходит стержень. Ну, у этого торца, у узкого, углубление, туда уходит стержень, туда уходит стержень, тогда... Ну, это такой, наверное, очень редкий тип, да? Да, он срезан. Ну, если бы так, то я бросил в минуту. Ну, вот, если еще такого, то, интересно. Вот, и второй тип гюстлей, тоже крыловидных, это двухкамерный, да? То есть, когда уже изготовляется без открылка, а с двумя камерами. В принципе, как таковой, открылок остается, опять же, функционально то же самое. То есть, подставка для руки, причем формы разные бывают, бывают просто вот так вот срезанные. Но имеется в виду, что все равно некая подставка существует. То есть, не вдоль линии колков вот так идет, да? Скошно, срезанная, а именно вот с некой подставкой такой. То есть, предполагается, что игра происходит, когда вокал вот так вот лежит на инструменте, а не вот так. То есть, мы видим, например, у инструментов, у финских, да? У них, в принципе, нет, там, открылка у многих инструментов, ну, кантери, в частности, то есть, завиток, на который вешают, функционально вешают. И инструмент кладется или на колени, или, там, на стол, у сету тоже, вот, у эстонцев, тоже так вот, инструменты. Вот так вот, таким образом и играется. Хотя, наверное, существует, и, я думаю, опять же, у тех же сету племени, наверное, существует, если ты говоришь. Вот такая постановка. Я про Вепсову говорю. А, про Вепсов. Вепсов, это Вологодская область, да, где Тверская область? Вепсовы на сколько здесь живут? Жилутенько. Корея, Ленинградская область, на дарушке на север. Ну да, то есть, вот, две камеры, то есть, внутри вербельбанк, так называемый, да, ну, это такое, дурацкое название, вот, я не люблю немецкие слова. Заграничные названия. Да, заграничные, например, вот, Рубанок, да, русское название, а еще было Шерхабик, такое, хотя я не знаю, чье оно. Шерхебель. Шерхебель, да, Шерхебель, да, Шерхебель. Ну да, да, ну все много. Телефор, почему не канал, да, да, да. Сколько? Егор, да. Ну, вот, вербельбанк, ну, вот, есть у нас такое слово, к сожалению, у нас пока вот не выработана вот эта терминология, точнее, она, может быть, была, она и была, скорее всего. Например, голосник, то есть, не игровое окно, ну, отверстие, да, а именно голосник, то есть, довольно ровно название, открыло тот же самый, опять же, фазонборд. У вербельбанка, так называемого, я не знаю, не дали никакого названия русского, ну, подставка, можно так сказать, подставка, вот, она существует вот на таком типе инструмента, вот, то есть, та подставка, куда вставляются колки, врезается, вот ее как бы, давайте русским словом называть подставка. Вот, то есть, под колокольчик, под колокольчик, под колокольчик, внутри, внутри, вот у этого инструмента, внутри, на толщину, так скажем, внутреннего размера, вставлена вот такая плашка, деревянная подставка, в которую вкручиваются колки, вот они вкручены, то есть, они там не в воздухе, а внутри, а здесь, так скажем, все это пространство, выбрана древесина, то есть, пустота, здесь все тустое, вот, за исключением вот этих краев, то есть, периметр, он очень держится, остальное все выбрано. Один из способов изготовления, и второй способ изготовления таких гуслей, это рамный способ, то есть, когда изготавливается рама, типа оконной, ну, по форме, да, шип вставляется здесь, крепление, есть шип, и просто, так скажем, внахлёст, ну, как боковой, так вот. И спереди и сзади приделываются деки, то есть, вот такой еще, ну, клееный на раме инструмент, ну, там тоже самое все, так же используется внутренняя подставка для колков, вот, ну, и струнодержатель. Вот два, вроде бы, два типа инструмента крыловидных, да, но разные, так скажем, разные, у них и качество звука разное, вот, давайте подробнее разберем. Значит, смотрите, вот такой вот инструмент. Почему я сейчас пришел на данном этапе? Тому, что вот такой тип инструмента предполагает все-таки игру. Тип игры архаичная форма, вот именно, как на новгородских инструментах, то есть, бряцание, да, бряцание, то есть, туда, причем полностью по всем струнам. Этим обусловлено, в принципе, и то, что инструменты малоструны, то есть, шесть струн, пять струн, семь струн, то есть, ну, восемь струн, вот, дальше, как бы, уже смысла нет. То есть, игра по всем струнам осуществляется. Вот такой тип инструмента, вот такой тип инструмента уже предполагает, так скажем, увеличение количества струн и расстояние между струнами также шире может быть, чем вот на таком типе. С чем это связано? С тем, что здесь уже вот на таком типе инструмента развивалась игра именно выборная, то есть, игра мелодий. То есть, когда выбирая, и вот это расстояние широкое, оно позволяет четко попадать по струнам. И по качеству звука, звука, игра более читабельна, нежели вот на таком инструменте. Вот давайте сейчас поиграем, вот здесь вот, выборный, да? Вот здесь вот на таком инструменте. Более ярко читается именно мелодия, а именно мелодия. На таких менее читабельная мелодия, скорее всего, это больше аккомпанемент. А вот такой тип инструмента предполагает более громкое звучание и более читабельное. Дим, какое мнение по поводу такой штуки? Новгородские гусли, которые меньше 6 струн, они имеют очень широкое расстояние между струнами. То есть вот здесь 9 струн, да? Да-да, я делал такие инструменты. Вот она такой же ширине их 6. Но играют они в выборной игре, там не записано, в принципе. Как это объяснить? Вот, я думаю, что, причем надо сказать, что вот эти старинные инструменты, практически не было голосников. То есть голосники вот это вот появляются уже на инструментах 19-20 века. Ну и есть, конечно, 18-го века инструменты, но вот выставленные в основном. То есть голосник, как таковой, не нужны были селедки. И вот Алексей Викторович Кулев, по-моему, у него есть такая книга интересная «Ариста». Он не стал заниматься вот какими-то учеными исследованиями, а вот решил вот в такой форме публицистической описать вот эти мысли народных исполнителей, которые он застал. То есть гусли должны быть без голосника, без голосового отверстия вот этого. Они должны гудеть. То есть их вот этот эффект гудения должен быть. Когда появляется голосник, это оторванность от традиции некая. То есть это получается уже не гусли, а балалайка своего рода, то есть бренчание. Вот гусли гудят, а балалайка бренчит. Отчасти это объясняется вот именно наличием вот такого... Это мы уже на прошлой встрече обсуждали этот вопрос. То есть есть такое представление, что... Ну или, например, есть поговорка такая... То есть противоставляется балалайка и гусли очень часто. Хотя вроде щипковый инструмент. Типа как на словах как на гуслях, а на деле как на балалайке. Ну, к примеру, да, такое. То есть ты хочешь сказать, что гусли больше используют низкие частоты, да? В частотах не скажу. Низкие частоты от другого, наверное, зависит. Нет, но имею ввиду, что звучание, в основном, первого, второго бертона. Вот, как бы, без вот этого населения поверхного бертона. Причем... Причем... Вот смотри, я думаю так, что, ну вот, исходя из практики, Вот такой тип инструмент с открылком, он создает хорошее гудение. Он хорошо гудит. Он многое создает обертонов, да. Вот такой инструмент, наоборот, у него обертона урезаны. Благодаря вот наличию голосника, который выдают средние частоты. Вот, просто, даже сами поэкспериментировать на одном и том же инструменте. Начинайте сначала маленький, без голосника сделать. Потом сделайте маленькое отверстие. Потом больше, больше, больше записывайте это на аудио, например, да, где-то. И потом просто сверьте. Будет уменьшение обертонов. Они будут меньше гудеть, они больше будут примчать. То есть, больше будет туда читаемость слышно. И, в принципе, академические инструменты, они сделаны с голосником для того, чтобы была четкая читабельность. То есть, была хорошо прослушиваемая именно мелодия. Вот. То есть, эстетика другая совершенно, звука. Вот этого и этого. Вот, я думал, такие гусли, они ближе были по звуковому эффекту, ближе к колоколам. Вот, когда... Бля-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у... Вот эта вот волна очень хорошая такая... и должны прозвучать максимально гармонический ряд объектонов. И тогда это инструмент короче. Неважно, в каком он зоне. И вот в этом случае все очень похоже, мне кажется, то, о чем сейчас говоришь. От гуслят, которые взят, и от гуслят с волосыками, где более проявленный звук. И вот эта фринта достаточно только держать в одной дурке в руке, и в другой лице однодурка, и вот она уже простая игра, потому что объектона какой-то большей заплаты, меньше в самом деле. И получается, вот, если мы говорим о вархайде, когда ты сразу можешь одним звуком извлечь спектр вот этот вертикальный. И тогда нужна эта игра более простая, и не нужно неглобить, не нужно что-то выбирать. Это просто разный принцип мышления и разный инструмент. Вот по поводу, кстати, создания вот этого эффекта гула на гуслят. Каким образом можно использовать этот эффект? То есть игра, как мы знаем, ближе к струнодержателю, создает более такие четкие, резкие звуки. А здесь более задуманные звуки. И вот при игре, то есть, вот есть такой тип игры новгородской. То есть около струнодержателя, когда вот рука кладется вот так. Более резко. И вот игра вот такого плана, то есть, когда происходит переход сюда. Вот это путешествие со стороны в сторону, сейчас вот на этих гуслях сыграем. Может, к другому эффекту они уже пониже. Может, к другому эффекту они уже пониже. К другому эффекту появляется вертом, полносе вернем. Вот он сразу висит. Выходишь, когда начинают, то есть, ты вертом. Вот. Ну, такое почувствовали, да? То есть на практике вот этот фиг гула такого, да? Гула нарастающего. Причем нарастающего. Я думаю, это вот именно с точки зрения народной практики, это было положительно. С точки зрения современной исполнительской практики, это отрицательно. Категорически. То есть, с этим борются. Вот, например, звукорежиссеры с этим борются. Озвучивают инструмент, просто урезают, и получается некая банджа, а не гусли. Вот. Как передать вот сейчас вот на современном этапе вот именно прелесть звучания вот этого инструмента, кроме как вживую, ну никак не получается. То есть, нет таких микрофонов, да, в принципе, нет микрофонов, которые полностью хорошо озвучивают голос. Такого еще не изобрели, и, наверное, может, не изобретут, потому что обертона не научились передавать. Струны? Ну, по струнам мы просто... А, ну... Да, струны здесь, ну вот, уже в практике, в этнографической практике, то есть вот, то, что было записано, инструменты использовали стальные струны. То есть, каких-то других не было. Хотя, вот, например, я рассказал, что находясь на шлемовильных гуслях в городе Тара, там были веревочные струны. То есть, как вариант. А археология, чем мы про это говорили? А археология, чем мы про это говорили? Есть какие-нибудь? Вообще, есть работающие и кто-нибудь... Вот, я говорил в прошлый раз, что есть такое предположение, что вот та прововка, которая была найдена в Новгороде, тоже раскопка, по-моему, 98% золота состоит, и там какие-то соотношения процентов серебра, бронзы, по-моему, или латунь, ну, какого-то еще металлопримеси, то есть четырех металлов каких-то. Предполагается, что этот моток и использовался для струн, но это предположение, то есть, как бы, на практику струны. Он мог использоваться и в ювелирном деле, точно так же. Он, вот, скорее всего, склоняется, что это именно для ювелирной, то есть, для ювелирки. Золото тянется, оно очень сильно плывет, то есть, плывет сильнее, чем лит. Очень текучее. Ну, бронзовые струны, вот. Владимир Иванович Паветкин, вот он экспериментировал со струнами, то есть, вот это его, так скажем, исследования, они, в принципе, опубликованы, то есть, со струнами. Статьи есть, он писал по этому поводу. В интернете есть сайт, новгородский, называется, по-моему, «Традиционный русский инструментарий», по-моему, так он называется, сайт. Вот, и там, в его статьях есть вот исследования по этому поводу. Кто еще экспериментировал со струнами, я не знаю. Ну, скорее всего, наверное, были такие. А, ну, ставили, в принципе, жильные, ну, вот, на такие инструменты. Жильные ставили, ну, лютневые звучания, то есть, лютний. Эффект лютни, они, ну, как сказать, они больше бренчат, чем гудят. То есть, вот, все-таки склоняюсь к тому, что практика, навязанная именно стальных струн, она, ну, как бы, не вот, сиюминутно появилась. Это довольно старинная традиция именно стальных струн, ну, кишечных и жильных, это аналогии инструментов, так скажем, других народов, финно-угорских, например. Дим, ну, смотри, у русских нету такой практики, кишечники жильные, хотя животные живут во дворе, есть жилы, есть кишки, пожалуйста, делай, но не делай. Нет, просто насчет стальных струн, то, что ты говоришь, почему по ветке про бронзовый говорили? Потому что бронза обладает таким качеством, она достаточно упруга на растяжение. Понимаешь, потому что при том уровне изготовления металла, который, допустим, был в том, что там, в 14-м, 15-м, 16-м веке, ну, как показывают образцы... Ну, тогда лучше бы, кстати, уровень-то, или и хуже? Вот булатную сталь же не могут до сих пор сделать... Булатную сталь можно использовать для оружия, можно использовать... Неважно, технологии не могут восстановить. Но для стальные ты не сможешь использовать булатную. Я понял, технологии не могут восстановить, поэтому сравнение прошлой технологией с нынешней, это очень некорректно. Нет, я не про то, где Адоносов останавливал булат, и не про то, что напоят проволоку металлическую... Стальную и сталью? Стальную проволоку, даже кальоную. Но она всё равно по качеству, она не настолько сильна на разрыв, то есть труны такие неподолгые непростояли. Только с развитием, как говорится, но повышение качества не легированных, не демаскированной стали можно получить достаточно качественную проволоку для вот таких инструментов, понимаешь? Ну, почему, собственно говоря, она и... Разумеется, как бы у нас народ такой, что всё самое лучшее, он как бы применял куда надо. Ну да. А по поводу струн, очень интересная мне историю рассказывали. Во время войны, где-то, в общем, немцы бросили катушку кабеля. Ну, когда сматывались, в 44-м году, в 53-м году, в 53-м. Ну, когда он сображдается, в общем, многорочек. А мужики эту катушку кабеля распустили на струну, натянули, допустим, на балалаки. И радовались. По поводу немцев. Нет. То же самое у нас в экспедиции попадает, что кабеля даже вот снимали с проводов, и повсеместно на балалайке бусы не попадались. Ну, это полевой кабель, да? ВП. Обычный. Обычный. Это же 50-й. Велосипедный тросик. Нет. Мотоциклетный тоже, да. Вопрос встает, а что вообще мотали на струны? Понятное дело, что в магазинах музыкальных не было. Ну, вот практика Новосибирской области тоже. Приведу пример. Намотка стального тросика и стальной пробовки. То есть ставили на струны, причем нижние струны басовые. Делали каким образом? Просто вот жгут наматывали и делали басовые струны. Две нижние струны, я еще, кстати, про струны тогда буду рассказывать, приведу пример. То есть не было с обмоткой струны, а все равно вот такая вот, как бы, жгут связанная. То есть тоже кабеля вот эти вот все от мотоциклов, тросики газовые разбирали, телефонные кабеля. Двери, которые набивают вот эти вот. Ну, да, да. Это современно. Почему задал вопрос, ведь тогда и звук будет совершенно другой. Тогда и способы игры видимо будут другие, если, допустим, жильные будут и остальные. Играл просто на кантеле, вот, да, парень делает, значит, он взял эти жилы, вытянул. Но это совершенно другое. Вот у него два инструмента похожих. И он на это ставил струны и стальные, соответственно, современную, да? И жильные. Совершенно две разные вещи. Вот по поводу кантеля. Абсолютно. Там есть упоминание в Коливале, есть изготовление из волос женщины, да? Я тому, что вот как же и у нас. В русских песнях, балладах особенно распространенный мотив «Помашечки по Волге», там в конце, когда поймаем сестрицу эту, из её костей сделаем гитару, или там баллайку, или не важно какой инструмент, натянем из русских волосей струны и споем песню про этих простестер. То есть концовка баллада, да? Тоже есть такая. Кто знает, вот, я не знаю, может быть, можно из женского волоса попробовать, но надо будет испытать это. Вот, то есть предполагается… Вы сейчас уже за тех качественных женщин трудно найти. Да нет. Вы ищите полно, не видите. Да. Вот, но это другой вопрос. По поводу использования жильных струн, вот в русской практике такого я не встречал. Ну, по крайней мере, в экспедиционных записях такого не попадалось. По экспедициям в Сибирь, на Урал, там вот, в Северо-Запад, по Северо-Западу. Дима, значит, не знаю, как насчет узли, а вот в 97-м году, по-моему, в тверь на конференцию мужик приезжал из Урала. Вот он рассказал, как охотники делают утки. Вот эти вот, ну, из банки. Ага. А что за мужик? Альбинский? Я не помню, как, слушай, ну, сколько времени прошло дерьмо. Помню, что он рассказал, вот они берут, идут в лес, там, банк, там, палки, туда вколачивают, надев струны, надев, там не жили. А с Урала не помнишь откуда, да, именно? Никель? Ну, а про что он рассказывал на Урале? Урала, что они делают утки, охотники делают утки себе. Ну, он, говорит, там была тема, свеченная, там, это, дождь Куньцов в расклепку, так, вот делал. Ну, понятно. А то раз мужики утки делают, говорит, лезь идут тогда. И что натягивает? Жильные струны, да? Сейчас, говорит, просто они сроглескут там врачи, а раньше, говорит, вот еще несколько лет назад жильные. Ну, то есть, это, так скажем, вопрос. Ну, это все-таки инструмент, как бы, Смычковый, это, так же, самый кем у Белоруссов, там известные легенды. Вот, по поводу струн у гусли, в Фоминце же он приводит очень много примеров, где гусли, на гуслях используются именно золотые струны. Прямо в буринах появится, что струны золотые. Понимать это буквально, многие, ну, если, так скажем, придерживаются двух версий. То есть, очень дорого и невозможно. На гусли, на органическую основу. Второй. Ну, типа, как с оплеткой, да? Ну, да, да, да. То есть, в растяжении, а что? Используют жилу, на жилу уже оплетка. Нет, ну, такие струны делают. А жила все равно толстые получают. Вот, серебряные струны, вот то, что в буринах поется, старинные. Жильных я не встречал, практически все, которые изданы, я их изучил, там нету про жильные струны, ничего. Не жильные, не волос, вот нету этого, в узком отности этого нету. Есть гусли с золотыми струнами и со струнами, ну, серебряные, как вариант. Медных тоже не встречал. Так все равно это довольно поздняя запись. В общем-то, это 19 век. Ну, как сказать. А там уже свои эскультивные традиции того времени. Ну, вот знаете, как сказать, вот смотрите, человек поет в бурине слово гусли использует. Меня всегда вот интересовало, но я не встречал живых исполнителей эпоса. Всегда хотел спросить, а вы видели эти самые гусли, про которые вы поете? Ну, хотя бы даже хороводных песен. Вы их видели? Вот вы их поете? То есть, мне кажется, здесь нет особого, прям, если он не знает, он не поет. Он поет, как его, вот, у него бабушка пела, мама пела. Как все пели, он так и поет. Он не задумывается, он передает, у него нет задачи изменить фольфлор у народного исполнителя. Фольфлора, естественно, изменяется, конечно, текст, текстологически изменяется. Но, вот, мне кажется, в слове намного сложнее все это происходит, чем в музыке. Музыка быстрее может измениться, чем слово. Слово более архаичное все-таки. Вот, слово Бог, оно очень древнее слово. В принципе, смысл тот же самый, я думаю, что он был и при богатырях, и что слово гусли были и при богатырях, и при нас это инструмент музыкальный. Навряд ли это, например, рубель, ну, который, например, гладит. Ну, или что-то еще там другое функциональное. То есть, скорее всего, это музыкальный инструмент. Именно щепковый, потому что, как в былинах описывается, причем в былинах описывается в том числе то, что наличие разных строев на инструментах. Причем исполнитель мог и перестраивать, исполнять другой репертуар. Например, там, припевки, там, из-за Синя моря, из-за, ну, например, новгородские припевки, да. Или там, например, киевские, или царьградские, или иерусалимские, и так далее. То есть, музыка была очень разнообразная. Но эта музыка именно в былинах, то, что описывается, скорее всего, она придворная. То есть, в деревнях-то, скорее всего, играли старинную вот эту простую музыку, то, что мы из-за Сталина. Вот. Играли ли иерусалимскую музыку где-нибудь в Тверской области, я не знаю. То есть, такого не записывали. Играли, Дим, тут такая интересная штука. Преём в том, что по Шестой исследования показали, что до романов, у нас не было разделений на музыку придворную, музыку не придворную. То есть, ты предполагаешь, что... Потому что весь культурный пласт, он был един, что для простурлити, но что для человека знатно. Да, но все-таки есть еще другое предположение, что были некие слои общества. Слои общества были… То есть, были военные люди служили, были крестьяне. Я про это больше говорю, наверное. Да, не придворно, не в том понимании, а больше, наверное, разделенно по словам. Есть исследование по реконструкции, что знать, она общее европейское, так скажем. Оружие, одежда, они достаточно археологические. Не важно, русский, европейский, у них все было достаточно... Нет, археология, это не археология. Нет, имеется в виду, что они, понимаешь, у них культура определенная. Ну, может быть, да, согласен. Ну ладно, то есть вот эта область тоже, оно такое белое пятно, очень большое, с пластрунами, практически... Ну да, я вот в этот разговор, насчет Белоруссии. Мы когда улицы выездили, основную цифру конференцию, на цифру фикультуры, меня просто настолько удивило, что в Белоруссии, в дальнейшем Белоруссии странно как разъемляет. Потому что, собственно, мы знаем о Швязыче, все там и было. И это такая тонкая грань. Вот Смоленска, это в Белоруссии считается. И получается, что если во всей Белоруссии была шляхта и были уты, и это все реально функционировало, и все вот эти наряды от девилок и дали, как вот они... Если 30 километров, то это все, тем все. Только, Марин, ты не забывай о том, что эти шляхты пришли на Белоруссии. Она неестественная, для настоящих славян это неестественная. Есть понятие, пришло-не пришло, но оно там было. Оно было, да. И оно там было-жило, и, соответственно, все это слышали. Что шляхтичи не играли ни на скрипках, ни на гуслях. Да, это вообще отдельный, именно культурологический взгляд на проблематику. То есть здесь... Музыка так же была. Да, да. Настройка инструмента. Настройка инструмента. По настройке инструмента. Начну с современности. В академической традиции принято строить вот таким образом. То есть как строят, например, финские инструменты, или эстонские, или латышские, прибалтийские. То есть по ступенке настройка... Вот такой строй. То есть натуральный звукоряд. Чем он отличается от традиционной настройки? Только тем, что седьмая ступень опускается на полтона. И все. А так все то же самое, да? Точнее настроил. Вот эта седьмая ступень, как ни странно, она очень важна в гуслях. И многие старинные гусляры, например, то, что записи, самые ранние записи, котиковые там и так далее, 60-х годов, они прям педалируют на этой седьмой струне. То есть когда они играют на гремке, они прям ее очень ярко... Причем она более важна для них, чем... Ну, так скажем, это моя аналитика чистая, чем все остальные аккорды. Они их могут там... Где-то может там что-то не дожать, но прямо эту струну они обязательно бурдонят ей. То есть это бурдон такой некий. Постоянно вот тогда висит. Причем, когда я заметил, когда играют бабушки на балайке... Моя бабушка там в Сибири, ну, на Урале у нас там, в Сибири бабушки, которую я записывала, в Воронеже, они прям выпивают ее голосом. То есть вот на балайке этого нету, там на балайке что? Мы. Вот три звуча, да? И они вот этот звук на нем выпивают. То есть именно висят на нем голосом. Для чего он нужен, я так и до сих пор не понял. Вот. Но это, так скажем, область того, так скажем, непонятного для меня, если честно. То есть, ну, к примеру, покажу просто. Вот он аккорд, как привыкли, да? Чистые, академические аккорды. Ну там, под песню, да? Или русского там. Вот. А здесь игра происходит вот таким образом. То есть, и вот это та-та-та-та-та. Они голосом это выпивают. Ой, парынячики в реке, вот играем на музыке, вот ты парыня, вот сюда реня, парыня ты моя. То есть, вот его тянут прям таким «аааааа» постоянным звуком. Вот. А причем есть другие мелодии, их очень много. Вот, пожалуйста, спой здесь, спой здесь, спой здесь. Три, так скажем, основные, основные основания, ну, если вертикально рассматривать, то три вот, пожалуйста, эти варианта. Хочешь низ, хочешь середа... Нет, они долбят вот эту седьмую ступень. Пониженную. Причем не натурально, а именно пониженно. Причем в гармошке хромки, вот излюбленная тональность в гармошке хромки, там где есть вот эта седьмая ступень. Основная тональность гармошки. То есть не там, где обычно мы начинаем учиться. Ну как я учился там, как у нас ребята меня учили, играть на нижних, да, начинать басах. Вот эти первые три, нижний бас. В народе почему-то принято играть вот здесь вот, наверху. Там, где на правой клавиатуре есть вот эта седьмая ступень. На нижних басах ее нету. А вот на верхней она есть. И вот прям вот эти с выходом используют, когда улочные, вот они барыни практически под пляску. Они все играют старинные нагреши, вот они играют вот именно на верхнем ряду. Всякие краковяки, поздние вот эти потанцы, они пожалуйста, они тебе там будут играть. Вот здесь наверху практически не играют. Но старинную игру почему-то вот гармонисты именно переносят на верхнее. Потому что, ну это мое рассуждение, потому что там есть вот эта седьмая ступень, важная, почему-то важная. Допустим, если брать новгородскую игру, которая очень... На хромке, да? Да. Там играют во всех каналах. Не, у нас тоже во всех играют, но я тебе говорю излюбленные. Почтение нет. А, нету, да? Нету. Ну, что, есть же здесь вот так вот. И не только на хромках. Это мужчина какого года рождения? То есть, да, тут сейчас... Знаешь, Григорьев какого, 20, какого-то, я разобрался. Вот. Ну, там дело в том, что там гармонии были, принципиально другого строя. То есть, там Балаговка. Хромки, нет, я про хромки. Я сейчас прошлом. И на хромке тоже самое они играют. Ну, вот Алексей Егорыш, которого ты видел, у него основная тональность, кстати, играет. Ну, здесь можно вот заняться сравнительным анализом, я думаю, по областям. И, может быть, тому тоже есть объяснение. Но вот для меня это до сих пор сейчас не объясним. Почему именно они подбивают ее? Почему они и любят играть вместе с этой вот седьмой ступенью? Хотя, пожалуйста, впереди в другой тональность. Там ее нету, но играть все то же самое. И даже удобнее играть. Между прочим, удобнее вот на нижних же басах на хромке играть. Я не знаю, я тебе могу сказать точно, что он рояльный только играет. Нет, ну, рояльный понятный. Потому что там четко играет в этот анализ. Как ты говоришь, во второй тональность прям четко. То есть, я тональность гармония определяет по первой, но играют четко во второй. Большинство нагрешей идет в другую. Да, вот, вот, кстати, да, определение. Например, он слышал музыку, подбирается, как подбирается к музыке. Это самое интересное. Музыкант приходит на вечерку, тут что-то играет, и он подбирает. Ага, вот он услышал, или там где-нибудь. Или его просят подобрать песню где-нибудь там на гулянке. О, а ты знаешь там эту песню? И вот он сидит, начинает колупаться, подбирать. Именно в нижней. А потом он ущучивает, если ее понимает, да, что, как играть. Вот, он переходит сюда. Причем бывает, здесь она звучит не очень даже, ну, так скажем, слишком разлилисто. Слишком грязненько. Но он вот играет здесь. Ну, приходилось вот именно такой момент встречать. Именно на свадьбу у нас на гулянке было такое, когда приходил гармонист. Ну, с большей речью там приехал, просто мы гуляли там, между собой. И вот он с гармошкой был, у нас просто не было ничего. И вот он, мы сидели пели, а он давай подбираться, вроде под голосом подбирался, и это перевелось. Ну, здесь не учится, что такой момент, что хромка распространения получает в 50-е годы. Ну, да. А это были гармонии каких строев, как они на них играли? Нет, тальянки, тальянки были. Вот тальянка, как наследие густиной музыки, вот это вот. Ну, я так считаю. Вот в тальянке седьмая пониженная, это мы прямо обязательно. Вот у нас делали ее прямо из него. Не делали вот это прямое, а делали пониженное. И играли в принципе вот в этой верхней тональности. Понимаешь, вот в тех местах, где густная музыка сохранилась, вот тальянки однолепные, которые ты говоришь, не ты думаешь? А потому что, скорее всего, в гуслях это есть, в принципе, уже как бы я думал. А вот в гармонии других строев, там, тальянки многорядные, те же самые минорки, пожалуйста. Вся густная музыка там точно таки нравится. Вот, то есть, одна из настроек, да? Следующая настройка для новгородских инструментов, ну, то есть, простая, да? То есть, по ступену настройка. Еще один такой есть способ настраивания инструмента, то есть, с бурдоном. В Новгороде практически не встречается бурдон. То есть, просто все то же самое, вот эту, как я понимаю, на половинку, вот эту одну струну только перестраиваю, из этого струна. То есть, вот эту, и вот эту, да? Третью и шестую. Если не будем перестраиваться, строй будет называться цыганский или минорный. То есть, вот такой вот бурдон. Он встречается и у Михайлова, и у Смирнова в Новгородской области. Вот такой вот бурдончик, очень красивый. Вот, еще один струй, то же с бурдоном. Он, да, опускается, то есть, интервал вот такой, субквартер, как тверские рожки. Еще другой характер. Такое вот, характерное гудение, и такой призвод такой, да, гудящий. У нас он был, у меня на даче, там был завод газоперерабатывающий, там постоянно вот этот звук висел. То есть, вот такой вот эффект. Еще один строй, вот в Новосибирской области. Два строя, наверное, даже, пока вот. Значит, 12-струнные гусли там. Внизу три бурдона, вверху два. Я в мастерской гусельного искусства, там, в фотоальбомах, я приводил там гусельный строй, есть, как вариант. Еще. То есть, строится отсюда, первая ступень. То есть, первая ступень, я устараюсь снова виду. Я говорю, такое было, он говорит, ну, Сергей Старецов. Да нет, я так настраивал. Потом это я встретил вот. Верхний. Верхний. Не знаю, я Васю Иванову не давал, слушайте, я вам кассету все время давал. Не помню, какого было записи. Там один дед, несколько раз, ну, показывают разные стройки у своей. Взовский. Нет, это, наверное... У него там какой-то минорный строй, где у него где-то в середине строй, две струны настроены. Да? То есть, две нижние вот эти струны, венесон, баса, это те струны, которые были, как я говорил, в жгут намотаны, с обмоткой. Потом, как уже я показал, да? То есть, октава, а здесь получается вот та же сусульпларта псковская. Дед с Новосибирской области, который так строил, он потомок переселенцев из Ленинградской области. Точнее, его отец еще потомок переселенцев из Ленинградской области. Сейчас что-нибудь из его репертуар, ну, наши традиционные, эти улочные. Точнее, его отец еще потомок переселенцев из Ленинградской области. Точнее, его отец еще потомок переселенцев из Ленинградской области. Бряцающий. Характерность его игры заключалась в том, что он все-таки, ну, гусляр в Новосибирской области, которая, Алексей, он мог еще подстраивать цыганский, ну, то, что на вскоре называется, цыганский строй, скорее всего, в Довском районе. Ну, мне про это говорил Леша Метенцов, не Вася. Слышали? Не Вася, а Леша Метенцов говорил про его строительство. Ну, у него где-то в середине стройка, то есть, он одинаковый. Ну, здесь какая? Он перестраивает, то есть, третью струну опускает на полтона и шестую. Вот и все изменения, то есть, третья и шестая на полтонну пониже, получается минорная стройка. Потому что, преимущественно, мы им цыганочку играли. Здесь вот название все-таки Серберьянка превалирует, да? В Сибири два названия бывают, цыганочка, хотя Серберьянка тоже есть по названию частушек, которые пелись. И Табор. Самое распространенное название на Уфтае, Новосибирск и Юг Новосибирсков Табор. Ну, под него коробочку и так далее все заиграет музыку. Еще один такой строй, то есть, понятно, да, здесь, тут два бурдона, здесь два бурдона. Тот же псковский обычно строит. Но я о существовании минорного строя в Пскове узнал совершенно недавно. То есть, я думал, только в Новосибирске так строят, и то благодаря тому, что репертуар такой, ну, из-за особенности репертуара. Да, вот здесь у нас тоже играет и Калининушка, то есть, да, исполнение протяжных песен на гусли, в принципе, в традиции, это вполне нормально. А Василий Иванов, вот, опять же, упоминаемый, он сейчас где-то в Питере, упоминает о том, что вот он ездил не так давно, ну, в 2000-х годах, ездил в экспедицию и говорил о том, что попросил бабушку сыграть под густой духовный стих, а она его сыграла. То есть, для нее это не показалось катастрофой какой-то, например, у нас, да, если мужчина исполни свадебную песню, да, его за это заряжут женщины. Такого не было. Ну, или, к примеру, что-то такое, да, сыграет? Ну, я имею в виду, что есть вот такой стереотип. Мы тоже записывали свадебные песни в мужском исполнении, причем мужчина пела верха, а женщина низ. Да, вот я тоже, потом я задался этим вопросом и стал узнавать, да, оказывается, пели. Поэтому, в принципе, я думаю, на гуслях свадебный репертуар вполне мог, наверное, как бы тоже был довольно естественным, когда-то, когда существовали гусли. Можно предположить, сделать предположение. Причем, мало того, что свадебный репертуар, его играли мужчины на инструментах и есть записанные, ну, записи есть, аудио и видео, в принципе, той же Зинаида Можейко видео, если да, если аудио, то тот же, там, Разумовский, да, изданный в традиционном русском языке. Да, у Казанской, в Сибири есть записи, очень много написали просто песен и при этом говорят, что это мужчины играли и пели свадьбу. Не знаю, почему такое мнение сложилось, но я просто другое хотел. Есть еще очень интересный репертуар, хрезьбенные песни, то есть на Кристины, то, что мужчины играли и пели, про пиво и так далее, тоже интересный жанр. Причем, вот, оркестр, вот, ансамбль вот этот, исполнился, там, скрипача, цимболиста, бубниста, дударя, на дудке которые играют. Ну, в принципе, у нас на волонках еще играли, то есть на дудах, белорусских переселенцев. Приглашали специально на Кристины, когда устраивали праздник, приглашали музыкантов, они исполняли все это дело. Причем, я так понял, вот, исходя из того, что, вот, по-моему, это еще и квиткая идея, так скажем, озвучивала, то, что им не важно какой инструмент, важен репертуар. Любую, так скажем, любую музыку можно воспроизвести на любом инструменте. Инструмент вообще не важен, то есть, все очень условно, вот, и поэтому, в это, здесь, так скажем, поле деятельности для музыкантов очень широкий. То есть, я имею в виду для современного музыканта, то есть, сопровождение свадеб, да, те же свадебные марши, песен, использование инструмента, в аккомплименте песен. Причем, не только протяж, ну, не только, точнее, там, какие-то плясовые, плясовые, само собой, то есть, я активно использую инструмент для, я один, например, играю крутуху, а другие песни не знают. Я играю просто эту крутуху и пою вдвоем, вот, с инструментом, да, вот, но зато другие пляшут. И сохраняется текст, в принципе, сохраняется музыка. Я думаю, здесь нет особого глубокого противоречия, вот, и, хотя кто-то может скажет, нельзя крутуху играть на инструменте, потому что она не была так записана с инструментом, с сопровождением инструмента. Она была записана только бабушке, ее голосом пели, нельзя играть на инструменте, прекрати это дело. Можно же такой категорически попасть на такое суждение, вот, ну, на такую, я имею в виду, одна крайность, и... На обратный ход, опять же, те же самые куляги. Нет дудов, значит, никого не голоса. Да, нет инструмента, значит, мы под язык. Хорошо, почему тогда под язык не пели, если могли под инструмент, да, то есть, тоже такое есть предположение. Вот, ну, я думаю, репертуар плясового жанра, плясовые песни, особенно орнаментальные пляски, вот, то, что было записано в Западной Сибири, там очень хорошо сохранились. Именно орнаментальные пляски под плясовые песни, причем под каждую песню какая-то своя там плясочка была, свой орнамент, свои хаты были, свои коленцы. Некоторые плясали вот под эти песни какие-то фигуры, как в кадриле, например, то есть, устраивались также в пар. Ну, сам, наверное, распространяется, такая известная, ну, в Сибири известная, «Нелетаемый соловей». Песенка такая, она исполняется в одном селе, как Крутуха, и в этом же регионе, но в другом районе, село Козловка, она исполняется, как кадриль, кадрильная форма. Но это не совсем кадриль, это все-таки старинная архаичная пляска типа Карагот, но только с парами, и с этими проходами, потому что сложно. Почему не то, что страшно, здесь все нормально, мы писали в Подмосковье, еще бабуль, которые помнили, что в Подмосковье, в одном из книги, они назывались не хороводы, а груди. Эти же самые груди, эти же самые песни появятся сейчас в подделье, просто разжимается, разжимается музыкальная форма. Да, вот, то есть, ну, репертуар очень широкий у кровавидной гуси, поэтому, я думаю, здесь не стоит стесняться себя как-то стеснять, тем более для темы актуализации инструмента, я думаю, надо применять весь спектр, всю музыку, которую мы знаем, современную в том числе, ее надо использовать. Но я за то, чтобы научиться сначала играть традиционно, и потом именно традиционно исполнять современную музыку, вот так вот, то есть, с соблюдением каких-то канонов традиций. Ну, хотя, кто-то, у всех по-разному это получается, все разные способы, кто-то, например, наоборот, из бардовской музыки, то есть, из гуслей делает гитару, играет как на гитаре, да, тоже, в принципе, как бы, реальность для гуслей. Я думаю, это и довольно традиционная вещь, то есть, я думаю, и раньше тоже, человек, например, который никогда у него, он в традиции не видел, да, вот где-то бывали такие традиции, где гуслей просто не было, и он видит первый раз инструмент, что он будет на нем играть, как он будет. Примерно, как на инструменте со струнами, ну, что-то ближе к баллайке, хотя без грифа не до инструмента, ну, будет, может, щипать или еще как-то искать, то есть, будет искать, опять же, да, мы играем то, что знаем и как умеем, то есть, в силе остается, то есть, по строям, это, так скажем, все, я думаю, давайте перейдем к шлемовинах, у нас времени мало, да, осталось, вот, поэтому, есть еще, да, ну, да, если что, то, может, как бы, оставим еще время, да, вот, шлемовины, мусли, шляповидные или как еще там, шапка Наполеона, как грифа любит называть. А можно еще вопрос по крылорителю? Вы говорили про струны, про струны, и у меня давно не фиксировал вопрос на количестве зима, 12, 13, 10, 11, как ты не задался это вопрос? Ну, сейчас я отвечу на вопрос таким образом, вот, для традиционного репертуара и для традиционного репертуара нетрадиционного, вот, в такой технике игры достаточно, ну, вот, на мой взгляд, наиболее большое количество струн, ну, 10, вот, выше крыши, то есть, сыграть можно все, что угодно, 10 струн, это просто, ну, оптимум такой, ну, это для меня лично, я не знаю, я встречал, что кто-то приходил к мысли, что 12 достаточно, у кого-то 14, у всех по-разному, вот, ну, я могу, в принципе, на 10 струнах сыграть все, что надо, вот эти я практически не использую, то есть, вот эти 3 струны у меня, они как есть, они так есть, единственное, что, 12 струны, да, вот, и мне достаточно вот этих, вот, 10 струн, а? даже 9, наверное, да, ну, то есть, я бываю, там, поддеваю, подщипываю, но в разных техниках, мне 10, вот, ну, достаточно, если я увижу гусли с 10 струнами, это полноценный, кровавидный гусли, на которых все, что угодно можно сыграть, ту же металлику, ту же не металлику, те же попляски, те же, металлику можно на 10 струнах сыграть, да, да, слушай, а вот та, вот, та самая известная запись, значит, это шутка, это шутка, это мы с Колей, на чем ты играл-то, на гуслях, на кровавидных, нет, на сколько струн там было? 10, 10 я спорю, что там 14, не меньше нет, нет, там 10 просто мы делали как, мы в накладку записали аудио трасс, а потом просто пошли в калипорт и записали это все дело на пленку, вот, но, к сожалению, видеозапись эту уничтожили, вот, те черновые, мы хотели сделать клип, телевизиончики, они их удалили, сделали свой, как они это видели, и нам скинули его, вот, а там было очень классные кадры, где собака, сначала одна, потом другая подошли, слушали музыку, вот, в принципе, ради этого можно было уже на этом построить сюжетик, где собаки подходили вот так и стояли, а шарашно слышали музыку, где бомж подходил тоже, стоял долго, перестал пить пиво, просто оставил, стоял, слушал, торчал, то есть, ну, это кадры, которые, ну, вот, для художника, конечно, они ценны, но для телевизионщика они как бы нестатичны, примерно, вот так скажем. Дима, по статистике все-таки, по количеству струн, тогда скажем, инструментов... По статистике, ну, давайте возьмем за статистику вот тот самый каталог, который издан, вот, инструменты этнографические, тот самый, который был у нас в съезде гуслиром в 2005 году, по-моему, проходил. Самый первый каталог, да? Потом был второй еще выходил, да, в 2003-м, я на него не попал, к сожалению, поздно узнал. Вот, и там, так скажем, новгородский тип инструментов, новгородские гусли, ну, вот, самое распространенное шесть струн, самое, вот, ну, по статистике больше всего это шестиструнные гусли и семи, шесть-семи, есть восьми, есть девятиструнные, но, так скажем, они очень редкие. И псковские гусли вот такого типа, двухкамерные, многострунные, ну, не только там, там еще есть разный тип, в них уже шире. Именно центрально-псковская традиция и западно-псковская, вот, те ближе, где с новгородской, там все-таки меньше струн. Вот, а где псковские, то там встречаются, ну, инструменты от, от семи-восьми, вот, псковские, от семи-восьми до, ну, там до предела до 14-15. Ну, это, так скажем, уже, такие инструменты усовершенствованные уже такие, довольно поздние уже, взятые за основы, как сказать, такие же инструменты, там, Привалова, Смоленского, такие усовершенствовые, наподобие, вот, как академической балалайки, да, Андреева? Ну, то есть у меня сложилось ощущение, такое, что все семиструнные как-то, тоже, по проекции, то что удалось посмотреть в патриотическом музее, Да, полный ряд, то есть до и до вот этой си бемоль, важная, которая очень важна. Да, то есть появление октавы уже нечто другое дает. Да, и причем даже встречается такая штука, что вот эти шестиструнные гусли, ой, не шести, а семи струнные гусли, а настраивается си бемоль не здесь сверху, а вот тут внизу, к Смирнову. Или от шести бемоль тоже как хваповый бурдон. Да, то есть как бурдон. То есть он или верхний бурдон, он или нижний. Причем они вот исходя из вот то, что Ксения Мехницова расшифровывала в нотах, я просто посмотрел, там очень много интересных представлено, ну в расшифровках, вот как сказать, наглядно, как на картинке видно, там повисание на бурдонах довольно характерно, вот игры для гусли, вот как для старинной игры. То есть вот, например, цыганочку играть, там бурдон особо не используется, ну вот серберьянки там, например, да? Там бурдон как таково особо это и не нужен, там важна мелодия все-таки. А вот для старинной игры все-таки важен бурдон. Поскольку известно, мне на институте вообще характерны очень секундные остальные всякие темы с отпусканием. Секунду. Секундный интервал. Да, да, да. Так в пении тоже. В пении тоже есть. В чем, как бы да, в пении на других инструментах народных это вот не звучит ни фига. На гармониях, на скрипке. Кубикла. Секунды, ну кубикла может быть. Ну да, да, красиво. Кубикла. Ну я имею ввиду из таких инструментов, которые не кубикла. Вывернулся ты. Сейчас, соглашаюсь. Там очень сложный вопрос исторический и археологический. Что там наним вот такой кусочек прямовидного инструмента. И Павелкин восстановил его. То есть это в тех слоях, где находится словишек, где находится еще целый ряд инструментов. А дальше, вот почему я спросил про количество струнных случайно. Ну у нас какое-то вот здесь происходит семь, шесть, семь, десять, двенадцать. И потом появляется вот этот вот. Десятиструнный псалтер. Десятиструнный он. Он сохранился до сих пор у многайбаков. Вот, вот поэтому я и хотел сказать. Где вообще переход от многострунного? Ну это профессиональный уже инструмент. Вопрос. Это мы считаем, что он профессиональный. Это же это мы считаем, что он профессиональный. Вот как бы здесь вот. Если это пятнадцать. Вот сейчас остановились же классические концертные мусли. Крыловины, да? Да. Ну все-таки да. Тут уже больше не сделаешь. Уже крыла не будет. Уже будет. Надо делать колесо. Такой инструмент колесо. Сидеть в лагерь. Сидеть в лагерь. В тренинг мне заказывал мусли. Восемнадцать. Семнадцать струн. Ну он все-таки играет как на шлемовинах, да? Ну Юрк-то начинал с этих. С многостронных. Лакшинский. Он шел как раз оттуда. Ну понятно. К мало струнных инструментов. А свой многострунный инструмент. А вот был переход оттуда как бы снизу. Переход на инструменты. Семь, девять, тринадцать. А потом я уже хочу еще больше. Вот ты вот не проследовал такой вот. Ну динамику что ли. В моем случае. В моем случае. Желание. Раздет, раздет. Мальчишка взял гусли. Взрослый это. Потом еще. У меня происходило по-другому. А потом рисует этого типичного дедушку с бородой. У меня происходит по-другому. Ну я чисто своим опытом поделюсь. Наверное может у кого-то схожий был. Я начинал тоже. Я заказал себе одиннадцатеструнные гусли. Вот с конем который. Я их заказал одиннадцатеструнные гусли. Коня просил сделать как на домовой резьбе. Но Саша Кайманаков он веселый человек. Он сделал его. Они по-моему взяли шахматном его. Вырезал шахматы. То есть для него кони. А у тебя гусли так вот не ходили? Нет. Вот. То есть. Шутка такая была вот у него. Ну и вот. Ну не важно. Ладно это. Причем конь хороший получился такой. Даже немножко на меня похоже. Я тоже так чулку носил. Знаете дети что это такое? Знаете что это такое? Шутка такая была. Знаете что это такое? Да дети? Это когда ну в детских садах там школах тоже. Рассказывал про душе там. Знаете. И все в один голос. Это лошадка! Это лошадка! Да нет дети это гусли. Тяжело было объяснить что это все таки инструмент. Ну вот. И то есть. Я пришел к тому что наоборот мне хочется играть на более малом. Мало струнном инструменте. Почему? Потому что когда усовершенствуется техника игры. Хочется прийти к минимуму. То есть стремление к минимализму. Когда наоборот ты начинаешь только. Тебе хочется наоборот так скажем. Чтобы у тебя широкий спектр был. А здесь ты себя проверяешь как бы сужаешь себе рамки. И пытаешься себя испытать на более так скажем. Когда у тебя наоборот мало средств. Это как в кулачном бою. Сначала ты. Так скажем. Тебе предоставляется условие медленного боя. В медленном этом все. Да. Исполнении. И потом ты все таки стремишься. Приблизиться к реальным событиям. Приблизиться к сложности. Более сложному. И минимизировать вот эти возможности. Для того чтобы. Выпутаться там. Или выкрутиться. Или как-то. Уйти от удара. Или еще какие-либо споры. То есть. Это практически по-моему везде. Это наблюдается такая тенденция. Именно. К минимализации струны. Ты не думал. Что здесь возможно было обратно. Потому что если мы возьмем как бы. Ну исторические инструменты. Да. Там они 4-5 струн. 6-7. Вот. И. Ну как бы. Есть такое мнение. Что. Как раз именно русская манера игры. На всех музыкальных инструментах. Которые отличаются. Воспредельной вариативной структурализацией. Что отличает. В принципе. От европейского музыки. И русского музыка. Как раз. Это того. Что было ограниченное количество звуков. Потому что. Все традиционные инструменты. Они имеют. Ну там. 5-6 звуков. Что духовые. Что это же струнные. Старимые инструменты. Гусли. Там. Балаваки. Которые игрались от пределов. Трех. И. Скрипки. Которые тоже были. В ограниченных. Вот. И. Собственно говоря. По количеству. Ступени. Звукояда. А по максимальному использованию. Ограниченных ступеней. Звукояда. Поэтому. Она такая. И. Насыщенная. И. Гармоники. Старинные. Тоже. Гармоники. Гармоники. Наш ответ. Кельцкая арфия. Пожалуйста. То есть в принципе. Это та же самая арфа. Но только. Ты её покрасил уже в синий цвет тогда, чтобы она как-то заменит эту синюю. Вот шлемовидные гусли. У нагайбаков есть 10-струнные инструменты. Размер маленький, конечно, поменьше. Это, наверное, самые богатырские гусли, которые я встречал по размеру. То есть, на самом деле, этнографические варианты есть поменьше, более компактные. Ты не смог меньше сделать, да? Нет, я делал просто копию с инструмента из Перми. Это копия инструмента из Перми. И я просто размеры все один в один снял, а всё повторилось то же самое. То есть, мне интересно было послушать, как тот инструмент звучал. Я же не буду в музее брать и на нём играть, ставить струны, у меня там гусор. Никто этого не даст сделать. И поэтому хотелось послушать, как звучит вот этот толстый инструмент с таким большим корпусом, барабаном. Причём до этого я делал долблённые шлемовидные гусли. У них звук отличается от этого инструмента тем, что объём звука, конечно, меньше. И, соответственно, более звук такой плоский. То есть, если сравнивать меньше гудения, вот у этих инструментов больше гудения, а у этих меньше, то у гуслей шлемовидные выдолбленные, тонко, там сильно толстую не найдёшь, доску такую, да, выдолбленную. Она вот такая примерно. У них меньше гула, больше читабельности, а вот у этих инструментов больше гудения. То есть, так скажем, я думаю, что это у нас сохранилось в изготовлении именно не в долблённом виде, до наших дней пришло, а именно в клееном, то есть с усилением объёма. Причём, в практике обрядовая у финно-угорских народов, шлемовидные гусли, у них именно даже специально привязывали дополнительные струны, чтобы они самостоятельно резонировали внутри. Вот, чтобы был такой гудень. Внутри. Да, внутри. А клеенский, потому что он был гуденниками, он тоже был пополнитель его веществом. Нет, ну, у многих инструментов такая, что подавалось. Ну, вот в таких я не встречал инструментов. То есть, в узле крыловины, где-то по-насчёту. Да, то есть, старинные, нет, на Пермском тамбул, я просто решил попробовать, как будет без и как будет с ним. Вот, решил пока оставить без резонаторного отверстия, как-то он всё-таки... И старинные инструменты, там мы его не делали, вот это резонаторное отверстие. Вот. У того же, например, в Новгородском вот этом, да? Буквка Д, где царь Давид предполагает, где гусляр сидит, у него там нет уже игрового окна. Ну и у многих других инструментов, там, в принципе, игрового окна где-то есть, где-то нет. Поэтому, думаю, решил оставить, чтобы больше, менее открытый, а более заглубленный звук был. Вот. Та самая эстетика была. Вот. То есть, здесь по настройке, то же самое идёт. Первая ступень, да? Ну, то есть, так же октава. Здесь для себя я настроил просто ещё три бурдона, как на Карловиле. Так же идёт. Седьмой пониженный. В финно-угорске народы строят седьмой натуральный, то есть не понижая, не бемоль. У академических шлемовидных гуслях, ну, я, к сожалению, практически не встречался. Единственное, встречал только то, что играют Любовь Басурманова, Егор Стрельников на шлемовидных гуслях. К сожалению, эта традиция в академической среде, она как-то не получила своё развитие. То есть, вот, например, в оркестре Осипова, да, там тоже они не применяются, там столовидные гуслях, а на шлемовидных там не играют тоже. Где брать вот эту вот традицию игры на гуслях, для меня оставалось загадкой до определённого времени, пока я не нашёл, точнее мы с Сашей Носовым не нашли в Ленинке вот эту книгу, которая есть, «Доброхотов», где конкретно есть ноты для русских гуслей, для 25-струнных, конкретно, как играть. То есть, двумя руками, в технике двух рук, в той самой щепковой манере. Самоучильный состав рукописный состав в 1906 году, по-моему, в 1909. Вот, потом дальше есть узковская, так скажем, диссертация, реферативно она выложена на Мастерство гусляного искусства ВКонтакте. И там, можете посмотреть, там есть ссылки на книги, которые были изданы в 17-18 веке, именно для шлемовидных гуслей, самоучителей, для гуслей. Ну, не только шлемовидных, и тогда начали уже появляться столовидные гусли, но, в принципе, как бы техника игра щепкова была та же самая. Вот, там довольно старинные издания есть, их очень много. Репертуар, который играется, это песни, преимущественно. То есть, Анатолий Михайлович Мехницов с царственной весны разделял вот этот инструмент и вот этот. То есть, вот это все-таки более для игры под песни, под пляску, под частушки. Вот это более для песни, то есть, для вокально-инструментального формы. То есть, две формы, то есть, вокально-инструментально, собственно-инструментально и инструментально-хореографически. Но это очень условное разделение, потому что инструментально-хореографически, она может перекликаться с вокальными, да? То есть, песенки те же самые под пляску, это, в принципе, вокально-хореографически инструментальная форма. Какого-то одного звена может и не хватать. Ничего страшного не будет. Для такого типа гусли характерна все-таки игра под песни. В принципе, репертуар я проанализировал, и у Доброхотова там, например, репертуар русских народных песен, в том числе есть наигрыши для пляски, для кадрильи, для вальсов. И потом мы знаем, что на таком инструменте играли и подроманцы, поздняя музыка. Сейчас, наверное, покажу. Вчера сидел буквально цыганочка, основа вот этих всех трех аккордов. Плясочку для дома, для домашнего музицирования это очень хорошо, для детей поплясать и так далее. Играли ли для нагуляния вот на таких гуслях у русских, так скажем, вопрос остается без ответа пока. Но такой инструмент бытовал и продавался, бытовал у русских и продавался в том числе мастерами нерусскими. И русских покупали на ярмарках, то есть есть каталоги, где упоминается об этом. Потом, ну самые такие известные кустарные промыслы, именно шлемовидные в гусле, это Уфимская губерния, Далайская, кстати, упоминает Казанская губерния, затем есть, так скажем, все по Волжи практически, то есть вот Курал, прилегающая территория и по Волжи. Вот. Изготавливали такие инструменты на территории северо-запада, неизвестно. Вот, то есть может быть изготавливали, может быть и нет. Но существует, вот, из фактов, это роспись соборов северно-русских соборов с изображением шлемовидных гуслей. То есть, чтобы их нарисовать, надо хотя бы их видеть, и надо знать, что они были употреблены, и что это гусли. То есть здесь несколько, так скажем, должно быть. Вот. Причем расписывали Васильевса товарища, то есть это русские люди. Это не приходили марийцы и расписывали русский собор, это русские люди расписывали. Северная двина, роспись сундука. Изображены тоже шлемовидные гусли, не крыловидные, а шлемовидные. Маленькие, но так скажем. Вот. Ну и Ленинградская область тоже есть находки этнографические. Практически во всех музеях, наверное, страны, если поднять запасники, наверное, будут найдены такие инструменты. И, скорее всего, изготовлены, может быть, местными, устаряльными производителями. Но делали, например, вот Гавайская описывает в своей статье, что делали буквально 30 инструментов в год. Развозили по ярмаркам близлежащим. Самый, наверное, известный мастер был награжден здесь в Москве. Это Волков. Федор Волков. Изготавливающий после Нижегородской губернии. Тогда это было, сейчас, по-моему, у нас... Горьковская, да, сейчас? Нет, по-моему, сейчас Мордовия все-таки республика. Ну, я имею в виду то село, где он жил и изготавливал. Вот. То есть он привозил, развозил в Казань свои инструменты, в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде. Кроме этого еще. Да, в Самаре были. Чуваши играли тоже на шлемовидные гусли. Самарская область была, так скажем. Сибирь. Западная Сибирь. Город Тара, в частности. Русский город. Ни Марийский, ни Чувашский. Вот, пожалуйста, там тоже есть соприсника. На плане поповские гусли, это же они, в общем-то? Вопрос интересный. Они или не они. Но есть мнение, что это еще и просто лавины гусли. То есть, на которых батюшки играли. В принципе, это не такие гусли могли быть. Да, я думаю, в принципе, батюшка любой мог бы и на таких поиграть. Важен вот здесь, как я для себя решил, важен репертуар, если что играть. Вот, можно, конечно, сыграть, например, в матерные частушки, да, сидеть на них, а может там в духовном музыке. Вопрос содержательный. Ну, духовное подключение ближе к шлемовидным, чем? Вот, на этих гуслях можно играть, как на шлемовидных. То есть, это вот моя практика. То есть, та же щепковая техника. Да, давайте я поиграю немножко, покажу. Интересно на таких гуслях еще выигрывать в квинтах. В двух квинтах, как вот два аккорда, да, например. Так под фляску, да, играется? Так же здесь два аккорда, ну, то есть два интервала, две основы и мелодия. Затем вот эти басы тоже. Причем, скорее всего, это уже, сейчас, вот такой у них эффект. Ай, во славноем, во городе, во Киеве, Ай, у ласкового, у князя, да, у Владимира. Ай, да, там была беседушка, още сеный пир. Ай, да, на всехнязей, бояры, талесты брюхаи. Иииииииииии. Вот такая манера игры, возможно, да. Еще в кварту. То есть, то, что я сейчас играл, можно просто пор Например. Вот, и в пинду. Есть так вот карельский или финский нагреш, то есть там используется прием, так скажем, в одной тональности и в другой. На кантре только. В двух тональностях одна и та же мелодия. В принципе, нечто подобное, может быть, у нас бы существовало в исполнении, но я думаю, скорее наврядно. То есть как начинали петь в одной тональности, так и пели. Таких скачков не было, наверное. Почему именно у кариалов, то есть отдельная культура, отдельная традиция, отдельное мышление. Я предполагаю, что у нас играли, как вы брали, например, песню в одной тональности и так её и вели. Но у инструмента, то, что есть, например, в собственной вокальной музыке, там ведь поют песню в одной тональности, а уходят в другую потом, заканчивают на другой вообще. Бывает даже на тон выше или на два тона выше, да? В инструментах такого нет. То есть здесь уже другая стихия, другие механизмы, так скажем. Почему так происходит, тоже вопрос интересный. Наверное, у музыковедов есть такой ответ. Почему песню заканчивают не в той тональности, где начали, а уже в другой. Музыковеды, тело развернулось вообще. Если ты не музыкант, ты начинаешь ты его теперь, что дальше тело твое разгорячает, и просто ты делаешь на что-нибудь. И опять же, контакт вообще нет. Да, то есть эмоционально, да, из эмоционального такого. Ну, интересно. Вот, то есть и по этому инструменту еще, ну, то есть такая интересная возможность играть в октаву, да? И это видео у Морицы, в частности. То есть дублирование просто а октавой. И это видео у Морицы. Получается, игра двумя руками, не аккомпанемент и мелодия разной функции, а именно одна и та же функция, только просто в октаву. То есть дублируется мелодия и там, и там. Одна в верхней октаве, другая в нижней. То же самое уже в нижней. Вот. Ну, то есть вот по этому инструменту то, что я пока сейчас обнаружил, это все. Может быть есть у кого-то еще какие-то открытия по этому инструменту или информация какая-то? А почему это вот так вот странно делать? Ну, вот именно странно. А почему странно? Потому что видео показано и рассказывано. Что вот такое положение? Да. Это вообще старинное такое или древнее? Вот, например, вот такое положение, как и с этими укслями. Я думаю, что это связано именно с тем, что... Вот у финно-угров принято вот так держим инструмент. Да. Например, морейские кусты, то есть... Фина? Финно-угров. Финно-угров, морейцы делают точно так же, как ты. Да? Морейцы, удмурты. Хорошо, кто вот так держит? Только финно-карелы. А у них есть шлемовидная? Шлемовидная сделка. Не только хатер. Нет, подожди, стой. Есть? А когда у нас на сцене баян выходит? Может, это у них есть? Это все... Это был баян. Это был баян, поэтому... Нет. На самом деле это добой кукел, который все время запустили кинематографическое. И где я не видел, что шлемовидные гусы... Вот. А в самом деле, если вы посмотрите на шлемовидные гусы, вы нигде не увидите, что на шлемовидные гусы... То есть у всех народов, у которых они путуют как традиционные инструменты, они где-то вот так. Ну, вот я... В России тоже было принято... Вот я так держу... А... Ничего подобного. Для Экстейна гравюру посмотрите. Это все из советских фильмов Роу. Ну да. Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что я так держу... Для меня было несколько источников. Почему именно так? Ну, это, во-первых, иконографические источники, да? То есть... Ну да. У него есть такое. Для меня было несколько, так сказать, основополагающих фактов, почему так держать. Ну, во-первых, самоучитель Доброхотова, где инструмент держится в такую позицию, и это наиболее удобная позиция для игры с точки зрения человека, который написал самоучитель в 1909 году или 1906. Вот. И иконографическое изображение. То есть, ну, вот эта буковка Д в новгородском сборнике. Затем, какой там, 13-14, по-моему, век. Да? Новгородский сборник. Вот. Потом изображение на соборах. Роспись соборов. То есть инструмент держится вот таким образом. Вот. То есть не кладут на колени, а вот таким образом. Опять вот Гюнгерштейн. Есть ещё один вопрос. У Васи, опять же, не на сайте, там изобразительное всякое искусство. И у него, значит, там вот по поводу гуслей, как-то напомнил. Там есть картина, не помню, художник, значит, где там такой калорийный сидит. Он держит гуслы типа крыловинные, двухкамерные. На одной картине, значит, он сидит босами вниз, на другой картине у него эти же гуски-перебилки. А, ну да. Правильно, хотелось бы более расширенный вариант. А, именно про это? Нет, не на этой картине, а вообще вот. Про переворачивание. Ну, это исключение. Встречается просто в народной практике, когда научились играть, ну, в перевернутом положении. Ну, или не в том. Бывают такие случаи. Есть в Тульской области гармонист один. Ему никто не показывал, как это гармонист. Да, да. Перевернулся. Играет набор. Не скажешь, что это нетрадиционно. Не скажешь же, да? Ну, просто человек так повышился. Она там неправая, но она вверх ногами. Надо играть набор. Играет то же самое, тоже неправая. Да, да. То есть, важна музыка, которая играется, а не то, как играется. То есть, в принципе, весь русский репертуар можно играть и так, и это не прибавит и не убавит. Нет, мне извиняюсь, что могло быть не повышение снизу, а наоборот струны запущено. А, наоборот? То есть, басово вверху? Да, да, да. Вот это интересует. Что про это говорится? Ну, вот и просто как... Потому что, опять же, если... Я такого бы встречал, чтобы басово вверху, а это нельзя. Сейчас многие парни так делают, но они, видимо, в пику это гитаря. Но это привычка, потому что так играть на гитаре, да. Потому что современные, видимо, и гитары благодарят. А, ну, подождите, стойте. В принципе, есть такое в традиции, только не русское, а украинское. А бандуро? Бандуро. Это бандура, в принципе. То есть, эволюция бандуры, она ушла на стыке... Вот это европейская традиция и русские шлемовидные гусли. Вот это единственное, действительно, у восточных славян сохранившееся шлемовидные гусли. Вот это бандура. Но там тоже совсем по-другому. То есть, здесь басовые струны, а здесь вот именно тонкие. И вот такая манера держания. Причем, харьковская школа, ой, черниговская, отличается от киевской, да, традиции. Держание это. Перекрестие рук и так далее. То есть, там есть свои особенности. Вот. И, в принципе, вот этот момент, где есть басовые струны. С этой стороны. То есть, вот бардом, наверное, можно посоветовать. Бандура. Кобзу, в первую очередь. И потом уже бандуру, да. Бандура, это как бы уже инструмент, уже вышел из кобза. То есть, первичный кобза. Причем, изготавлялся тоже долбленным способом. Вот здесь, кстати, вот Марина, такая тема интересная, потому что ты говорила. Вот на Украине, потому что очень интересное влияние именно традиционной народной музыки на пришлых лях. Так как панская бандура называется, она взросла именно из сочетания людьми и традиционной бандуры. Я не знаю, как это. У этого типа инструмента. Еще есть тоже открылок, да? Вот эта часть. Открылок, отдельная часть. Как открылок, как у этого инструмента, так вот. Единственное, что он фигурный. Для того, чтобы удобно было обхватить, да? То есть, если его делать только прямой, то до струны не дотянешься. Но, в принципе, именно конструктивно есть отдельно сделаны от крылок. То есть, и как для того, чтобы класть сюда руку, и как для продолжения резоната, увеличения воли. То есть, в принципе, они не шлемовидные, по сути? Ну, шлемовидные, это условный термин инструментовический. Их можно назвать просто гусли. Вот в народе их могут, о, гусли, а все. Причем не разбираются шлемовидные крылают просто гусли. Единственное, что они многострунные. И техника, вот так, параллельное расположение предполагает технику игры вот такого щекового. Вот. То есть, здесь у нас веер струн расположен вот таким образом, чтобы сюда вставить пальцы. Пролезли пальцы. Сюда-то они уже не пролезут. Здесь такой технику уже не поиграешь. То есть, в межструнной постановке. Единственное, можно поиграть на веер, как играет, в принципе, в академической традиции. Проведите постановку. Ну, наконец-то увидим нормальный пост. А-а-а. Здесь, наконец, я хочу сказать. Спасибо Роуу. Очень интересно. У огромного количества народов в мире вот такие инструменты бытуют. Но только русские и прибалты играют способом ударов в инструмент. С аккордировкой или рукой. Все остальные народы исключительно щипком играют. Ну, как на арфе, да. У нас вот отдельная традиция, это именно такая ударная техника. Но вот здесь, например, мы видим, что играет с щипком. То есть, вот, например, в самоучителях во всех описано, что именно щипковый инструмент. Именно такой. Но я не говорил про... Надо сказать, что шлемовидный, который по ветке восстановил. Получается, что шлемовидные гусли бытовали совместно с гуслими и сыгралом окном. То есть, два типа инструмента разных параллельно могли сосуществовать. Так? И функционально, получается, тоже разводились. Тоже, то есть, вопрос. Еще такой вопрос. Три богатыря картина. Там у Алеши Поповича гусли... Дальцов был вопрос, да? Да. Дальцов был вопрос на засыпку. На гусли играл Добрынь Никитич. Почему у Алеши Поповича? Он гусли его возил. Он же играл, почему у Булина. А есть Булина, где играл Алеша? Я не мог найти. Здрасьте. Когда вам это самое... Надо искать, есть Булина. Я тоже пытался искать, но не нашел. Есть у Надежды? Есть, есть. Скиммер. Ну, скажи, что это за Булина? Вообще, как раз подразумеваешь, что Алеша характеру по поведенческому. Вообще, он такой параллельник. Как раз Алеша должен играть. Он был по границам, повеселым. Он тусовщик, он везде вот такой, безалайдный. Он скорее он с инструментом должен играть. Вот. Это представление о таком типе инструмента, ну и таком репертуаре, как якобы у скомарохов. Да, Бол? Вот. Хотя, в Булинах все поется именно о Добрыне. То есть, в Добрыне играет. А вообще нет же упоминания, что Булина именно под Игусской песни. Или есть все? Это уже отдельные исследователи. О, смотрю. Болезненная какая-то. Дело в том, что мы Булины заставили в каком виде? В угасающем. Этот жанр угасающий. Его не складывали, когда мы его... Хотя мы знаем, что он складывался. То есть, сказители его складывали. Но мы заставили уже когда не складывался. То есть, это уже, ну так скажем... Знаете как? Это как со свадебными песнями. То есть, в принципе... Или как с кресбиными. Вот просто мы в экспедиции сидели, записывали кресбиные песни. Там они пели одну за другой, там, бабушки. Пели, пели. И вот просто я... Я думал, у меня сейчас поговорили сейчас за это. Но я просто спросил. Скажите, а эти песни игрались на инструментах? Бабушка сказала, конечно. Но... Здесь произошел некий такой... То есть, мы даже не предполагали, что эта музыка могла играться на инструментах. Оказывается, эти песни сопровождались... Точнее, они пелись под инструменты. Под ансамбль целый. А просто мы этот факт, ну, вообще выпустили. Просто вопрос такого не задавали. И вполне возможно, что... Я допускаю то, что... Гильфердинг, Рыбников и так далее... Они просто не спрашивали о том, что... Играли ли эти былины на гусли. Могли ли играться? То есть, у них могло просто быть... Усли-то поздно, Саша, нашли, судя по источникам. Там, в конце 19-го века практически был. Как сказать? Гусли не нашли. На гусли продолжали играть. Хотя интеллигенция для себя открыла гусли. Я имею в виду интеллигенцию. И поэтому мы уже поздно стали задаваться вопросами, когда уже традиция ушла, правильно? Как по-русски в 50-60 год для себя нашёл, что оказалось русский поют. Вот. И поэтому я думаю, что любая музыкальная традиция могла сопровождаться игрой на инструменты. Почему былины не могут сопровождаться? Я не вижу здесь, так скажем, противоречий. Вот. Другое дело, как это делалось, я пришёл к тому, что это делалось так же, как и под песню. Потому что былины – это песни. Они, в принципе, имеют форму песни. Тот же самый цикличный набор, как у частушек, у припевок. То есть та же самая, ну, возьми барами проходит. Почему я к этому пришёл? Потому что многие былины на Урал и Сибири, которые я анализировал, были записаны под напев Камаринской, Сени, Подгорной и так далее. То есть под плясовые набиши нормально пелись. Согласен? Я думаю, здесь нет никаких противоречий. У того же, ранее, самые первые записи были, возьми, у Киши Данилов, да? Тоже напев плясовые, плясовые песни. И эти плясовые песенки с этими напевами до сих пор сохранились. Мы в экспедиции записываем. И именно напевы этих песенок плясовых. которые под плясовые песни, типа, там, ну, этих, в той же барне, там, и так далее. Ну, то есть, плясовой репертуар. Но поётся серьёзный текст Пулина. Поэтому, такой вопрос открытый остаётся. Я думаю, здесь, чем больше будет, так скажем, вариантов исполнения, тем мы быстрее, может быть, поймём, как это могло бы быть. Да и, в принципе, опять же, зачем нам надо это понимать? Для того, чтобы начать петь? То есть, вам нужно, как бы, факт утверждения какой-то? Нет, нет, нет. Это просто, как бы, уже интересно. То есть, это вопрос мотивации. Всего лишь вопрос мотивации. То есть, если вам надо замотивироваться просто фактом, что это так делалось, это одно. Если вам нужно сохранить былины, это другое. Если вам нужно сохранить вот в такой форме, например, с мыслями, это третье. То есть, каждый свой худищный. Я думаю, человек должен сначала уметь и без инструмента петь, и с инструментом. Главное, чтобы инструмент не отвлекал. Вот это важно. Потому что, действительно, пока начинаешь учиться играть, отвлекаешься очень сильно на инструмент. Но, я думаю, первичнее надо было учить былины, а потом уже игру на гусли. Хотя, например, у сервов игра на гусли в исполнении юнацких песен былины, да, происходило параллельно. А у некоторых даже сначала основался инструмент, а потом уже эпос. У русских учились не у одного человека, а у многих. У многих исполнителей. У нас нет такого, как на востоке гуру. То есть, нет такого, что пришел, учитель, ты сидишь и учишься там много лет. У нас дядьки учились. То есть, система обучения другая здесь. Что в бою, что в песнях. То есть, коллективное совместное обучение. Вот, поэтому... Хотя, вот интересно, тут и есть предположение исполнения былины под гудок. То есть, вот, опять же, у Кирши Данилова, не исходя из анализа, то есть, могли или не могли. Хотя, вот, у того же, если брать, ну, еще одно свидетельство, человек, который видел, как исполняли былины, это у нас Борис Шернин, да, написано, что поиграл на гудочке, да, поплясали все. Вот, он отложил и стал Старину пить. Без инструмента, без бута. Вот, ну, я думаю, вот мы и пришли к логическому концу. Завершительно, у нас, да, пишем уже все. Вот, и я бы хотел, вот, так скажем, да, я заблужил. Существуют у нас педагогические, педагогические издания, вот, так скажем, методика этого, для начинающих школы, видео школы гусляной игры, для, так скажем, продолжающих. То есть, вот, принцип импровизирования на гуслях. То есть, импровизационная игра на примере двух найгрыш, подбурная и улучшная, но в разных вариантах, записанная в разных селах и в разных регионах, преимущественно в Урало-Сибирском. Вот, то есть, на примере вот этой музыки. И игра в минорном строе, то, что я вам говорил, да, то есть, минорные найгрыши. Вот, то есть, существует такая. И существует мультимедийная библиотека «Игры на гуслях», то есть, там просто представлена, так скажем, информация о гуслях. Ну, в разных аудио, то, что издавалось, статьи и так далее. Вот, ну, я всех хочу поблагодарить за то, что откликнулись на эту тему. И, я думаю, мы не завершим вот только сегодняшнюю встречу, а будем это продолжать, так скажем, общение и на другом уровне, то есть, и виртуально, как-то по интернету, да, и, в принципе, приходите, у нас школа работает, мы по четвергам занимаемся в школе гусляной игры в Москве, это на Сокольниках. Это для детей или для взрослых? Нет, это для взрослых. То есть, с детьми мы не занимаемся, ну, в принципе, ходят подростки, вот, с маленькими детьми не занимаемся, там своя специфика. Маленьких детей. Вот, я занимался раньше, но так понял, что мы будем очень долго, ну, я сам просто буду долго застревать на простом, а дальше не будем развиваться, поэтому... Да, я склонен к той идее, что сначала должны научиться взрослые. Традиционную культуру должны перенять вот это среднее звено, среднее поколение. Бабушки-то они у нас наследовали хорошо, а среднее потерял. Дети наследуют следом за нами, поэтому надо вот восполнить вот этот пробел и взрослым учиться, и плясать, и петь, и играть, и праздники праздновать, вместе с детьми на голову ходить кататься. То есть, вот, всю эту жизнь должна быть именно инициирована взрослыми, а дети должны, так скажем, уже как-нибудь поднимать. Поэтому вот занимаемся. Вот, я думаю, что мы на странице, там обсуждения есть, ВКонтакте, Мастерского гусениского искусства, продолжим. Откроем вот те самые, то, что мы наметили, белые пятна, да, вот, мы их будем всячески обсуждать, там всячески факты какие есть скидывать. То есть, когда активно будем эту тему восполнять, вот эти белые пятна, вот, может быть, это у кого-то вылезет в диссертацию, у кого-то это вылезет в статью какую-то интересную, там, в том же живом журнале, еще где-то. Ну, то есть, хочется как-то более аналитически дальше атаковать эти белые пятна и решать эти вопросы, чтобы мы не в провинсоне были и все-таки могли нормально конкурировать вот на современном, так скажем, поле музыкальной деятельности, и могли русскую, русские шлемовидные гусли, ну, русскую арфу противостоять, кельской, да, крыловидные, что у нас вот есть, там, например, нам говорят, у нас есть вот варган, ну, там, например, до дрымбала у нас есть варган, у нас есть вот, у вас есть арф, у нас есть скрипка, у нас есть гдор, то есть, чтобы было, что нам тоже ответить, что сказать, и причем не с тем умыслом, что у нас лучше, а что у нас тоже есть, но у нас по-своему, и это надо знать как бы и вы. Вот на такой весельненькой ноте хотелось бы закончить, и спасибо большое всем, кто отгибнулся в это шоу. Ура! Спасибо. Спасибо.